Страх Божьей Страх Божьей Страх Божьей Страх Божьей Страх Божьей Страх Божьей Ну что ж, послушайте, что Ешо говорит некоторым книжникам и фарисеям. Змеи порождения Ехидины, как убежите вы от осуждения в Гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников. И вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет народ сей, то есть на это поколение. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все, оставляется вам дом ваш пуст. Дом на иврите это байта, иерусалимский храм на иврите это бейта-микдаш. То есть под домом Ешо имеет в виду здесь так называемый второй храм, стоявший на месте храма Соломона, то есть первого храма. И, как известно, второй храм был разрушен в 70-м году н.э., то есть примерно через 40 лет после его распятия и воскресения. Это пример того, как Ешо провозглашал не только последний, то есть эсхатологический суд в так называемый День Господень, но и исторический суд над народом Израиля за его отношение к нему и его посланию. Итак, Евангелие представляет нам совершенно того же Бога, что и Танах, а Бога, который при всей своей доброте и милости может быть опасным. Но, может быть, картина меняется в книге «Деяния апостолов» или в апостольских посланиях? Давайте не будем терять надежду на то, что мы увидим другого Бога там, в остальной части Нового Завета. Ну что ж, давайте начнем с деяний. Конечно, главные деяния, о которых говорится в этой книге, это бесстрашное свидетельство первых верующих о воскресении Мессии Ешо, зачастую посреди жестоких гонений. Это чудеса и знамения, это Иерусалимский собор, и это миссионерская деятельность Рава Шауля, то есть апостола Павла. Когда мы читаем обо всем об этом, нас восхищает глубина посвящения и смелость этих людей, первого поколения верующих в Ешо, пыл их молитв и сила Божья, которая действует через них, исцеляя больных, воскрешая мертвых и так далее. И, возможно, иногда в порыве ревности о Боге мы думаем, что было бы так замечательно стать членом, ну, не той ранней общины, то в прошлом уже, но хотя бы, может быть, каким-то современным аналогом, вот общины, о которой написаны такие прекрасные слова. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Они преломляли пищу в простоте и веселии сердца. Прекрасно, как было бы здорово нам быть посреди них, иногда думаем мы. Однако в пятой главе книги «Деяния апостолов» мы читаем одну историю, которая выливает ушат холодной воды. На это наше горячее желание. Это история об Анане и Сапфире, супружеской паре, состоявшей в ранней Иерусалимской общине, их имена встречаются нам в Священном Писании не в связи с тем или иным славным деянием Господа Бога, в котором Он являет свою милость, любовь, прощение или творит чудо какое-то, а по совсем другой причине они оказались в Библии. Эти товарищи Анане и Сапфира, они солгали апостолу Петру насчет суммы, вырученной ими от продажи своей недвижимости. Многие иерусалимские верующие в то время продавали свои земли и дома и жертвовали полученные, вырученные от продажи деньги на нужды общины. Вот точно так же поступила и эта пара. Однако, в отличие от других верующих, они решили произвести впечатление щедрых людей, не расставаясь со всеми деньгами, вырученными от продажи своего имущества. Они просто немного схитрили. И кончилось это очень плохо. Петр сначала мужу, а потом жене объявляет, что это не просто мелкая хитрость, а самая настоящая ложь, причем не человеку ложь, а самому Богу. И оба они, после этих слов, услышав об этом, от пастыря общины Петра падают замертво. Можно, конечно, спросить, ну а что тут, что именно тут такого уж плохого и трагичного? Ведь умирают-то рано или поздно все, в том числе все верующие люди. Ну да, вот эти товарищи умерли, наверное, раньше своего времени, а не в доброй старости, хотя мы не знаем об их возрасте. Так или иначе, наверное, рано они умерли. Не должны были они вот в тот момент умирать, должны были, наверное, еще пожить. Может, внуков не дождались, может, правнуков не дождались. Но в конце концов, ведь если уж смотреть, зрить в корень, как говорится, они же были верующие, правда? Ну а если они были верующие, они же были членами такой замечательной общины, поистине апостольской. Там были апостолы, вот какие они были верующие, да? Были членами апостольской общины. Они верили в Ешуа, ну и, конечно же, значит, испустив дух, они благополучно встретились со своим возлюбленным Господом, в которого веровали, так? Ну да, конечно, можно сказать, это произошло как-то вот немножечко внезапно. Может быть, они не вполне были готовы к этой встрече приятной. Но ведь по большому-то счету у этой истории есть хэппи-энд, встреча верующих людей с Господом, в которого они верят. Два человека ушли на небо. Ну, просто как-то немножко скомканно. Так вот можно это, да, подать, например. Конечно же, в том, что эти люди были членами апостольской общины, у меня сомнений нет. Потому что в том же самой главе нам сказано, что из посторонних никто не смел пристать к ним, то есть к верующим. Ну и вообще сложно себе представить людей, не веровавших в Ешуа, как в Мессии, но жертвовавших на нужды верующих в него очень крупные суммы денег. Конечно же, Ананни и Сапфира верили в Ешуа и состояли в общине. Но я не думаю, что, умерев, они пошли к Господу, чтобы быть с ним в вечности. Почему я в это не верю? Понятно, что никто из нас в этой жизни не достигает состояния такого безгрешного совершенства. И Господь не требует этого от нас. Он знает, что здесь, на этой земле, в этих наших телах мы этого состояния достигнуть в принципе не можем. Это невозможно. Однако, мы также не можем надеяться иметь жизнь вечную, живя во лжи. Что это значит? Опять-таки, нет на земле людей, которые идеально честны всегда и во всем. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ни малейшей капли неточности, ни искренности, ни капли преувеличения. Нет таких людей, которые всегда и во всем абсолютно на 100% честны, как сам Господь Бог честен. Понятно. Однако, мы не можем позволить себе лгать сознательно, лгать так, как лгали Анане и Сапфира, которые умерли, не признавшись в своей лжи, а упорствуя в ней. И не раскаившись в ней, соответственно. Ведь не случайно, как в иудейской, так и в христианской традициях, умирающий человек в последние дни или часы своей жизни молится о прощении своих грехов. Делается это для того, чтобы человек ушел в вечность с чистой совестью, поскольку потом, после ухода в вечность, наводить порядок в отношениях с Творцом уже будет поздно. Сам Ишуа предупредил некоторых фарисеев об опасности неверия вот такими интересными словами. Если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Итак, Анане и Сапфира это пример того, как Бог судит свой народ не в так называемый День Господень, то есть не в конце истории человечества, после воскресения мертвых, например, а здесь и сейчас. И пример не из страшного, в кавычках, Ветхого Завета, а из книги Деяний Апостолов. Для полноты картины хочу привести вам еще один новозаветный пример суда Божьего, происходящего здесь и сейчас. Послушайте, пожалуйста, что пишет Раф Шауль в 11 главе своего первого послания членам общины города Каринфа. Я читаю перевод Кузнецовой, чтобы не использовать слова «ибо» и «сие», которыми этот отрывок изобилует в синодальном переводе. Перехожу к дальнейшим наставлениям. Не могу похвалить вас за ваши собрания. От них больше вреда, чем пользы. Во-первых, я слышал, что когда вы собираетесь перед лицом Божьим, у вас бывают раздоры. Отчасти верю. Среди вас должны быть и разногласия, чтобы выяснилось, кто из вас выдержал испытание. Так вот, хотя вы собираетесь вместе, это нельзя назвать трапезой Господа. Каждый из вас налегает на собственную трапезу. И вот один уходит голодный, а другой сыт и пьян. У вас что, нет собственного дома, где можно было бы поесть и выпить? Или вы презираете церковь Бога? Или хотите унизить неимущих? Что вам на это сказать? Похвалить? Нет. За это не похвалю. Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал, «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». Точно так же он взял чашу после ужина и сказал, «Это чаша, новый договор с Богом, скрепленный моей кровью». Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне. Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока он не вернется. Итак, всякий, кто ест хлеб, Господень и пьет из его чаши неподобающим образом, виновен перед телом и кровью Господа. Но пусть человек сам сначала испытает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу. Потому что тот, кто ест и пьет, не признавая тело, ест и пьет свой приговор. Вот почему среди вас так много слабых и больных, да и умерло немало. А если бы мы сначала сами испытывали себя, нас не осудил бы Бог. Но когда Господь так нас судит и наказывает, Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром. Так вот, братья мои, когда вы собираетесь на трапезу, дожидайтесь друг друга. Если кто голоден, пусть поест дома. Не надо, чтобы ваши встречи становились вам судом. Об остальных делах распоряжусь, когда приду к вам сам. Шауль говорит здесь, что многие члены общины болели, а некоторые умирали раньше времени, не из-за происков дьявола или мирового империализма. А в результате Божьего суда они были судимы Богом. За что же? За неправильное отношение к священной трапезе, которую называют или трапезой Господней, или хлебопреломлением, или Евхаристией, или причастием. Неправильное отношение состояло в том, что они не понимали или даже не хотели понять, что это необычная совместная трапеза, а нечто гораздо большее, что это приобщение тела и крови самого Мессии. Более того, некоторые члены Каримской общины приходили на эту трапезу не для того, чтобы разделить ее с братьями и сестрами по вере, а для того, чтобы просто наесться и напиться. Они даже не ждали других, а торопились ухватить себе кусок пожирнее. Очевидно, в их трапезе Господней, а каждый верующий принимал хлеб и вино не в символических количествах, в отличие от нас. Но суть не в этом, а в том, что их отношение к этой трапезе было совершенно неправильным, как из-за непонимания ее духовной сути, так и из-за пренебрежения по отношению к другим членам общины. И по этой причине, пишет Шауль, эти люди были наказываемы Богом, болезнями и преждевременной смертью. Отсюда следует очень важный вывод. Трапеза, которую Господь установил для своего народа как благословение, ведь чаша называется чашей благословения, эта трапеза может также принести и осуждение. Кому? Тому, кто участвует в ней недостойно, без должного почтения к Богу и его народу. Получается, простите, что трапеза Господня не является сама по себе чем-то нейтральным или однозначно положительным. Ее можно сравнить с электричеством. Если ты умеешь с ним обращаться, она может принести тебе пользу, но если ты суешь пальцы в розетку, то однажды поплачешься жизнью за свою неосторожность и глупость. К чему все это было сказано? К тому, что и сегодня в эпоху Нового Завета Бог по-прежнему является судьей, поэтому с нашей стороны будет очень благоразумно иметь страх Божий. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Присоединяйтесь к нам